начнем пожалуй значит сегодня мы с вами заканчиваем тему великие учителя прошлого и обратимся клаудзи это пятый век до нашей эры это современник кришны современник глатама будды на мой взгляд он наиболее интересный современник с точки зрения пути который мы с вами разбирали который мы с вами пытаемся идти или идем то что он предлагает действительно очень созвучно с той работой с той работой с теми медными с теми практиками безусильными практиками которые наиболее эффективны наиболее эффективны счастье стяжание той силы эволюционной энергии или божественной силой трансформируется и способной единственно способны изменить нас в нужном направлении я думаю что немногие слышали великом пути дау именно великий путь дау есть такое слово сочетание и совсем немногие естественно пытались разобраться видимо в том что он собой представляет зато все наверное слышали кто-то наверное увлекался учением восточном который называется до сизмом энергии я не вот который там гуляет какое-то их сочетание там чудесные есть разного рода практики которые связаны с взаимодополнением женского пускового начала то есть это вот то что очень интересует всегда цена молодых людей на эти как вот две энергии как бы их соединить вот в такой круговорот вместе рядышком да вот такая парная игра в эволюцию но это далеко не то что действительно лежит в основе великого пути дау это позднее позднее в общем-то разного рода направления много таких всех даорских много разных ответвлений левой руки там легические магический прием оккультный прием применяется понятно что это такая же игра как и многое другое что-то на востоке таскать бывает сильно искажено что не соответствует действительно корневым истоком тех великих учений которые делись на востоке так что этим мы заниматься вами не будем я ними ними как и там взаимодополнять да в парном катании а действительно разберем то серьезное важное и действительно работающие что действительно способна помочь нашим с вами продвижение по пути сознательной эволюции а то что даосская йога самая таскать такая махровая она отвергает жизнь вообще во всех ее проявлениях если кто-то разбирался мне доводилось почитать посмотреть что такое да так вот она совершенно не согласуется не согласуется с корневыми истоками того истинного даосизма который мы сегодня с вами будем разговаривать для того чтобы много не говорить о том что не есть это учение мы обратимся к исходному трактату трактату дао дэцзин вот автором которого считается великий китайский мудрец на мудрец я бы назвал в кавычках наш мудрец все-таки обычно подразумевается нечто человеческое то а то что от бога это мудрец в кавычках назовем вот так вот это божественная мудрость так вот автором считается вот мудрец лао цзи и возьмем искать за основы трактаты посмотрим что же он предлагает предлагает нам сегодняшний ну я рекомендую два периода этого трактата один перевод сделанный известным ученым востоковедом масловым и второй перевод это перевод янхишуна два перевода которые отражают именно глубинную суть вот такую утонченно неуловимую суть по выражению самого лао цзи вот этого учения именно утонченно неуловимая суть вибрационно она очень ощутимо двух этих переводов а сама молодцы известно очень немного некоторые даже высказывает сомнение в том что он вообще существовал когда-то считаю что его имя собирательное что это нечто коллективное закамуфлированное его имени коллективное творчество да есть в этом трактате ну очевидные вещи которые потом добавляют они видны то что добавлялась позднее высоко в эти самые вставные зубы они видны там в этом трактате потому что он очень-очень тонок вибрационно и видно там ляпкой какие но они не составляют суть они не меняют в общем-то глубинной сути вот всего этого трактата ну пусть эти разговоры о том коллективный ред труд кто там что-то добавлял заботе ученых теоретиков разного рода любителей и таков изысканной мудрости нас это не должно волновать вот наша задача здесь осознать действительно бессмертную суть этого великого учения сопоставить ее с нашей практикой с пути сознательной эволюции посмотреть чему она соответствует имя лао цзи означает старый младенец или старый мудрец такой перевод этого имени родился лао цзи в китае в царстве чук шестом веке до нашей эры считает что он был старшим современником конфуции но конфуция все знают наверное китай сейчас живет и пытается жить по конфуции несколько позже мы об этом поговорим вот года жизни конфуции хорошо известны и это 551 год до нашей эры 479 вот он скончался в этом году и вот он считается как бы младшим современником лао цзи соответственно старшего современника с премия жизнь примерно в этом периоде и нет никаких сведений о его рождении абсолютно вот но известно известно одно интересное примечательное что он служил на должности государственной должности историк хранителя архивов в царстве джоу и как замечает маслов вот в своем замечательном трактате мистерии дао мир дао дэдзин очень хорошая книга замечательная книга он замечает что этот человек этот человек он служил на такой должности должен иметь высокородное происхождение и быть человеком с прекрасным знанием канонов то есть это человек который в общем-то не мог быть вот из простого народ по сути факт нахождение лао цзи на государственной службе государственной службы говорит о том что он не был не отшельником не был каким-то бродячим там этим самым саньясином то что в индии вот уходит куда-то там далеко в леса и там постигают истину в отшельнистве нет он был человеком который служил служил в обычной нормальной социальной жизни участвовал что это нормальное явление мы с вами должны к этому тоже отнестись с пониманием поскольку мы тоже не пытаемся куда-то бежать из этого мира значит в этом мире можно сделать то что нужно и должно сделать каждому искренне стремящимся обрести истину легендарная встреча этих двух великих людей лао цзи и конфуция была посвящена вот они встретились как-то обсуждению очень важного вопроса соответствие значению ритуала или этикета который конфуций считал очень важным в отношениях людей и считал что культурная личность должна соблюдать все правила этикеты ну наверно понятно что такое этикеты это некая дипломатия дипломатичное поведение людей такое которое наверно требует наработки определенных стереотипов определенной хитрости определенного лицемерия там не показного да вот понятно и конфуций считал что это непременно должно проявляться в жизни личностью которая считается культурной но сам лао цзи был совершенно другого мнения вообще в пух и прах разбил вот эту теорию конфуции вот ниже я вам приведу выдержку из монографии маслова той монографии который я отметил мистерию даумир даудзин который он описывает встречу этих двух великих китайских мудрецов значит предметом этой беседы стал ритуал который иногда понимается как этикет или менее точно как церемониал для конфуция ритуал является центральной частью его учения ему приписывает слова конфуции приписывать слова на несоответствующие ритуалу нельзя смотреть несоответствующие ритуалу нельзя слушать несоответствующие ритуалу нельзя произносить несоответствующие ритуалу нельзя делать для конфуции ритуал был не просто набором слов жестов действий музыкальных ритмов но меры осмысления человеческого в человеке внутренней самооценка культурной личности именно знанием ритуалов человек выделился с животного мира и преодолевал в свою тварную сущность да действительно человек выдержит животный мир стал большим актером животные шнера если их не дрессировать они ведут себя естественно человек практически всегда ведет себя неестественно он очень мимикрирует и вот тут еще таскать на нашу естественными микрии накрадывается еще ритуальные микрии то есть мы становимся как бы если бы подчиняемся тому ритуалу который рекомендует конфуций становится как бы актерами вдвойне да мы и так актер вот а нам еще навязывает определенные роли так что интересно очень полезно как бы нас для нас оценить вот то что с нами иногда происходит как мы в обычной жизни чем-то играет многие роли так вот позже конфессианский ритуал действительно перерос сложный но зачастую пустой и утомительный церемониал вероятно опасность этого заложенную в апологетике ритуалы почувствовал лао цзэ то есть механистичность поведение стереотипии поведения это беда людей так а если еще нарабатывать разного рода вот такие вот ну напыщенные ритуалы вот культурного поведения то это вообще будет ужасно это не значит от плеваться там ругаться какими-то словами но если нет спонтанности поведения с не изнутри так сказать из души каждый текущий момент времени нет вот так сказать нужного действия нужного слова начинает действительно превращается в некое запрограммированное существо вот который просто не интересно для развития механистичен пусть даже таскать его механизм поведения но такой красивый культурные но это все равно так сказать неинтересно для эволюции это человек пропащий на нем может поставить крест так вот в чем же заключалась беседа между двумя величайшими философами китая почему они до сих пор я продолжаю цитировать масло почему она до сих пор вызывает столько споров когда конфуции прибыл царство джоу чтобы просить лао цзи растолковать ему сущность ритуала то есть попросил конфуции лао цзи растолковать ему вот этому отцу этих ритуалов сущность ритуала так вот даос указал ему на несовпадение внешних действий слов с тонким чувствами внутреннего общения с силами космоса то есть он повел речь о неявленном ритуале он выразил это такими словами то о чем ты говоришь касается лишь слов оставленных людьми чьи кости давным-давно превратились в прах более того когда благородный мужчина находится в согласии с обстановкой он сходит с колесницей когда ситуация обращается против него он уносится ветром здесь лао цзи говорит о спонтанности поведения не какой-то заданной роли каких-то ситуациях определенных а вот будет момент будет и поведение спонтанностью с внутренней из души должно искать исторгаться само действие слова и поведение человека с понятно разница да не просто играть какие-то роли а соответственно ситуации быть здесь и сейчас быть в реальном время я слышал говорит ладжи что хороший торговец прячет прячет свои запасы в безопасном месте и людям кажется что он не имеет никакого добра а в то время когда благородный мужчина хотя и наделен высочайшей благостью но имеет глупейшие выражение лица избавьтесь от своей гордыни сказал он конфуции непомерных желания от высокомерия и неуемных стремлений все это вредит вам вот все что я могу вам сказать то есть он увидел в нем то что в общем то в первую очередь мешает человеку достичь свободы достичь освобождения достичь истины это гордыня высокомерие не померные желания и неуемные стремления все то что в конце концов должно быть понято и поставлено на место вот так он ответил великому китайскому мудрецу так вот глаза конфуции все это слишком пусто слишком не подкреплено было речами благородными то есть он увидел в этих слов даже грубость какой-то он сказал правду да не стал там кривляться каким-то образом ведь его от обходить он просто сказал ему факт вот нормально без всяких высокопадных вещей без хороших красивых монет наш правда когда говоришь вот она всегда ходит как-то он вынужден был ему сказать поскольку тут считал себя человеком весьма и весьма продвинута вернувшись себе конфуции так поведал ученикам своим встречи слова дзи вот его слова я знаю что птица можешь летать я знаю что рыба может плавать знаю также зверь может бегать но то что на то что бегает можно смастерить селки на то что плавает можно изготовить сети на то что летает можно сделать стрелу с веревкой но дракон поднимающийся в небе на ветре в облаках стоит выше моего понимания сегодня я встречался с лао дзи как похож он на этого дракона для лао дзи ритуал это неистощимый поток духовной силы который связывает человека вот с этой единой силой с едином началом который называется да вы это не единое неисчерпаемая реальность вообще иероглиф да он имеет много значений этой благости любовь и исчерпаемой реальности можно и божественным назвать то есть такая неуловимая утонченная сущность в этом иероглифе присутствует так вот ладзи действительно неуловим по сути потому что вот людей которые следуют ритуал их можно очень легко поймать и загнать в угол особенно тех которые но не гибкий в своем сознании в них мал выбор вот этих дипломатических заготовок да а человек живущий спонтанно невозможно понять на него невозможно смастерить силки невозможно занять какие-то сеть спонтанно действующий человек действующий изнутри из и своего истинного моча действительно неуловим неуловим его трудно каким-то образом как сразители победить предание гласит что после упадка царство джоу где жил и работал лао цзи он оседла буйвола направился на запад и те кто видели иллюстрации трактату дао дзин там всегда помещается такая прорезь вот на бойволе едет сам лао цзи старичок с такой бородкой вот его так изображает уезжающим на буйволе на запад и на одной из пограничных застав пограничник узнав что мудрец навсегда покидает царство джоу попросил его оставить письменные свидетельства с изложением его учения ладзи как гласит предание выполнил эту просьбу так согласно этому предание появился на свет трактат дао дзин который переводится канон пути и благости пути с большой буквы благости то есть вот канон как бы истинного пути истинной благости далее след лао цзи теряется ничего более о нем не известно вот все что ты сказать можно говорить о сказать о его биографических данных при непосредственном обращении к тексту тексту трактата дао дзин ну мы с вами попытаемся рассмотреть взгляды лао цзи на основы мирового порядка на пути и методы совершенствования сознания на те интересные на мой взгляд моменты которые дают нам широкое представление более широкое представление чем сказать мы с вами до этого имели на основной метод работы на пути дау основной метод работы очень интересными безусильные которые мы с вами тоже постоянно говорим то что все усилия на пути сознательной эволюции сопряжены с определенными нападками враждебных сил лишь безусильной практики способна мягко и безболезненно провести человека через все подводные камни риф которые встречаются на этом пути парадокс но вот эта парадоксальность как раз и есть самое главное что мы практически своей работе в конце концов даже если мы принимаем какие-то сильные практики начинаем осознавать и применять уже вещи которые требуют приложения усилия напротив сдачи расслабление готовность открыться той силе которая способна навести у нас порядок содержание самого трактата даудэ дзина язык на котором он написан прямо свидетельствует о том что автор полностью так сказать прибывает вот в этой божественной истине сам автор если то не какие-то мудрости это нечто говоримое из того состояние которое не знакомо многим но тем не менее если люди хоть немножко продвигается по пути постижения истины они начинают вибрационно чувствовать вот то дождество внутренней которые в них начинают приоткрываться вот те вибрационные начала истинные которые действительно можно уловить только на уровне каких-то вспышек начали интуитивных то есть не на уровне логики не рудни каких-то слов вот очень точные моменты они как бы отбывают так что ты чувствуешь да вот это именно так потом прошла секунда и куда-то это ускользнуло читали вы когда читаете истинный текст вот 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 сейчас понимаю все вот и мгновенно это ушло все то есть как только ум пытался выразить это словами все куда-то исчезало вот этот текст он сам себя такой вот когда не включаешь он там бывает многое понятно да вот потом наконец всего бывает понятно если пытаешься это объяснить то это куда-то уплывает и невозможно просто сделать вот такое свойство имеют действительно все истинные родниковые источники поскольку объяснять их не имеет никакого смысла кому-то объяснять тем более надо научиться их вибрационно чувствовать вот наша задача мир язык в духовный око открыть чтоб духовный око уже работая с текстами училась читать именно не на уровне слов не на уровне понимания логических каких-то совершенно другим образом другим путем так вот конфуция же отнести к истинно просветленным людям не поставляется возможно поскольку все его внутреннее богатство все внутреннее богатство заключено в изощренно развитом уме мудрый ум изощренно разве . ветхозаветные он такие как христианстве ветхий завет до мудрой умные хорошие вещи но вчерашний день вчерашний день то что не дает возможность человеку двигаться вперед это вот некая консервация лучшего из прошлого и вот лучшее из прошлого законсервировано это безусловно препятствие для серьезной эволюционной работы вот об этом и с вами должны но сейчас современная церковь она тоже вот в том что христианская она так консервирует верхний завет так махрова его пытается опять представить то прочего иисус боролся два тысячелетия тому назад в общем сделав эту революцию сейчас опять возвращается на круги своя такой же под в иной объемки в иной упаковке упаковки христианства любая попытка любая попытка загнать жизнь в рамке какой-то пусть даже самые красивые логичные схемы она неизбежно обречена на провал избежда потому что вот этот динамичный процесс духовной эволюции он не приемлет не приемлет никаких застоев конфуз это действительно вчерашний день развития человеческого сознания сегодня это тормоз на сегодня это тормоз не удержусь от соблазна сейчас привести одну интересную цитату из трактата даудо цвет который иллюстрирует принципиальные различия позиции лао цзи обладателя мудрости божественной и конфуции обладатель человеческой мудрости это мудрость как бы одна божественная мудрость высшая мудрость другая мудрость высшее человеческое вот такие слова когда великая дау утрачивается возникают гуманности долг когда появляется великое мудрствование то возникает и великая фальшь то есть когда великая дау есть дау божественная мудрость утрачивается когда утрачивается божественная буду возникает гуманности долг гуманизм человеколюбие до долг обязанность то есть утрачивается истина когда истина утрачена значит появляются схемы определенные когда появляется великое мудрствование то возникает и великая фальшь весь этот артистизм понятно да то что утеряно и к чему надо вернуться все очень просто все удивительные слова вот все четыре строчки которые вообще всю философию вот всю философию объемлю но совершенно искать прозрачно понятно я думаю что тут не надо трактат вписать огромных по этому поводу становится все абсолютно ясно так вот прежде чем приступить к работе что ли с текстом с текстом даудин застыл ваше внимание на одном неоспоримом факты что само по себе чтение этого трактата в тех переводов периодов тех авторов которых я вам рекомендую уже являются методом методом способным вызвать позитивные сдвиги в сознании читателей способны пробудить его внутреннее духовное зрение такое вибрационное начало вот такие неуловимые вибрации которые стоят за этим текстом и если вы будете их читать действительно эти строки этого трактата даудин в рекомендуемых переводов то по сути если вы исключите работу ума работу рассудкой плавно войдете содержание без каких-либо оценки прочитанных без попытки его умом объяснять то вы в общем то почувствуете вот то самое вибрационное тепло то самая связь связь внутреннюю глубинную с истиной с автором с автором переводчиком то что вот эти переводчики два переводчики маслафы ян хишон это люди которые способны были почувствовать вот эту вибрацию истины подлинники и сумели это передать сумели передать действительно это то что сложно то что в общем то не каждому дано вот я видел но наверно 5 переводов этого трактата я по первой строчке сразу в первый строчек когда сможет первую строчку сразу видно ценность перевода от 1 строка буквально там первые строчки осмотрел по первой строке там где 1 строка уже вибрационно работает все остальное в 1 строка на очень сложные ты очень сложно перевести ее сложно как бы с обезьянничать у кого потому что надо она слишком непонятно в подлинники и для того чтобы ее перевести как бы вот в такое приемлемое на русский язык качество нужно очень чувствовать сам текст вот 1 строчка сразу видно я 4 отбросил сразу когда увидел один перевод такой замечательный перевод там стишки замечательные стихи это ну что такое это все ерунда вот а там где вибрации сохранена важно стихотводно может очень замечать это самый быть написано так как говорят о переводе шекспира пастанаковский это пастанак ну шекспир тему дал пастанак переводил на что совершенно новые произведения а вот суметь сохранить подлинный вибрации подлинный это очень сложно вообще очень сложнейшие вещи так вот вот эти два перевода позволяют при их чтениях почувствовать именно вибрационное начало этого текста до который может быть выражены словами не есть постоянная дала имя которое может быть поименована не есть постоянное имя не быть you зовется началом неба и земли быть ее зовется матерью мирят созданий поэтому желая узреть и утонченную неуловимую сущность обрети постоянство небытия желая наблюдать его проявления пребывай в постоянстве бытия вы смотрите казалось бы какая-то абракадабра желаю узреть его утонченную неуловимую сущность обрети постоянство небытия но попозже разберем как это присти постоянство небытия и желая обрести его утонченную неуловимую сущность в общем-то умом вообще понять это невозможно хотя если в этом состоянии пребываешь понятно чем идет речь чем абсолютно понятно вот надо быть вот в том самом ином измерении но не уходить от земли не порхать где-то наверху и тогда ты увидишь вообще весь этот мир духовными глазами перестанет быть для тебя тайной ну я просто сказать грубо говоря но тем не менее абсолютно понятно человек который писал это он пребывал именно в том стендер позволяет ему видите этот мир реально не где-то портая наверху не в каких логических сферах без попытки его каким-то образом приукрастили увидите ли зона таким каков-то действительно есть оба они произрастают вместе и различаются лишь именем сокровенные еще раз сокровенная врата ко множеству потаённого вот такие слова так вот крайне сложно комментировать первый параграф этого трактата это именно первый параграф этого трактата поскольку именно здесь заложено его ключевая вибрация вот как начать понимать или осознавать или чувствовать его должна быть какая-то ключевая вибрация брошь какой-то ключик должен быть с которого ты должен почувствовать именно то что таится за этими словами так вот автор трактата предупреждает нас сразу предупреждает что выразить до выразить то что вообще невозможно каким-то образом почувствовать понюхать и потрогать словами его просто невозможно сделать неизбежно это будет обречено на неудачу обречено на провал поскольку истинная дава это не вещь не понятие а вибрация это утонченная неуловимая сущность вот это утонченная неуловимая сущность которую нельзя писать какими-то нашими человеческими признаками с использованием наших органов чувств. Это сделать невозможно. Это утончённое, неуловимое сущность. Если мы начинаем понимать, что речь идёт об утончённой, неуловимой сущности, которую надо открыть и которая позволит нам читать всё остальное, когда мы будем находиться в таком состоянии, тогда сам этот трактат, он, в общем-то, не есть что-то абсолютно непостижимое или глупость какая-то, мне кажется, это бракадабра, непонятно вообще, что идёт там речь. Вот эту утончённую, неуловимую сущность надо открыть в себе. Основная задача. Если ты её не открыл, то весь этот текст для тебя будет, ну, Филькин и Грамм, ты вообще-то, скажешь, ерунда какая-то, чепуха. Вот именно ключевое здесь, так сказать, словосочетание – утончённая, неуловимая сущность. Она утончённая, она неуловима, но если она в тебе, неуловима, в смысле, её невозможно поймать и в слова облечь. То есть, да, вот неуловимое – это то, что мы не можем словами выразить, да? Но она есть, вот всегда. Если мы с вами пребываем в этом состоянии, мы всегда чувствуем. Вот то неуловимое, что нельзя выразить. Вот это ключевое, так сказать, словосочетание здесь оправдано. Так вот, понятие небытиё и бытиё в сущность своей неразделимое. Небытью и есть та самая неуловимая сущность, которая и определяет появление этого бытия. Бытие произошло из того, что, так сказать, нельзя пощупать, нельзя поток. Из пустоты всё возникло, в общем-то. И если мы с вами пребываем в этой пустоте, то тогда всё, так сказать, остальное нам абсолютно ясно. То есть, мы видим мир от его точки отсчёта, теми глазами из той пустоты, из которой всё и родилось. Нам предлагается в этой пустоте быть, но из этой жизни не уходить. То есть, видеть в этой жизни, пребывая в двух мирах, как Иисус говорит, я не от мира сего, но пребывал в всём мире и видел его теми глазами, которые вот в этом состоянии открываются. Вот видите, такие тонкие моменты, тонкая игра. Великий практик-эволюционист 20-го столетия, Шрио Робин, он сказал замечательную вещь. Но это не открытие его, в общем-то, это было известно давно. Но если это сконцентрировать в этих трёх словах, всё есть в сознании. Он сказал, что ничего бессознательного в этом мире не существует. И чтобы мы, за что бы мы с вами не брались, в каком бы аспекте есть, мы с вами не пребывали, всё есть в сознании, всё имеет сознательную основу. Кажущиеся бессознательные вещи всё равно имеют в своё основе некую материальность, которую можно назвать сознанием. То есть, весь мир един, всевидимые и невидимые планы сознания, они, в общем, представляют некое единство. Некое единство. Лаоце утверждает, что желаю узреть утончённую, неуловимую сущность бытия, необходимо обрести постоянство небытия. Смотрите. Желаю узреть утончённую, неуловимую сущность бытия, необходимо обрести постоянство небытия. Вот есть бытие, которое мы с вами видим, да? И есть небытие, то, что мы с вами не способны видеть. Так вот, открыть в себе это небытие, и тогда то бытие, которое наши окружающиеся, станет открытой книгой. Никаких тайн оно для нас представлять не будет. Для нас же, не погруженных в эти основы небытия, весь мир загадка, весь мир тайна, мы не знаем, что делать, мы страдаем, сомневаемся, болеем, и вообще какой-то ужас. Но для того, чтобы перестать в этом ужасе пребывать, надо просто погрузиться туда, вот в эту неутонченную, не ловимую сущность, где есть небытие, но это небытие, оно, в общем-то, и есть родина или прародина того бытия, которое нас сейчас с вами окружает. В этих словах Лао Цзи кажется, на первый взгляд, бессмысленным, заложен глубочайший смысл, постижение которого открывает беспредельные возможности человеческого состояния. Открой это новое состояние, пребывая в нем, и тогда весь мир будет для тебя открытой книгой. Твое существование, смысл твое существования, твоя жизнь наполняется великим смыслом, тем самым смыслом, который отсутствует у людей, которые пребывают только в том бытии, которое очевидно, и использует 7 или 5 органов чувств, которые даны человеку физических ощущений. Другие у них нет. Естественно, ограниченные в своих ощущениях, не понимая то начало-начал, человек действительно замурован, закован, в тюрьме эгоистической, он не знает, что ему делать. Вот и основная задача – открыть эту утонченную, неоловимую сущность, чтобы видеть этот метод совершенно другим. Так вот, пребывание в постоянстве бытия, это означает, что мы должны не бегать от этого мира, не порхать куда-то, не открывать это небытие где-то над головой, или в каких-то там далек и высек. Оно должно быть открыто нами именно в состоянии пребывания в активном бытии, в социуме, никуда не убегая, то есть на земле. Пусть небеса спустятся сюда, не надо уходить в земли, тогда мы не решим этой проблемы, мы просто убежим от ее решения. Вот, а бегать от решения этой проблемы, бесконечно бегать, это значит снова возвращаться, реинкарнировать на этой земле и вновь-вновь, так сказать, попадать в те ситуации, в которых сейчас находится большинство людей. Человек, сознание которого пребывает, пребывает одновременно и в небытие, и в бытие, то есть вот в этих двух мирах, это человек, который полностью пребывает в даутах, этот трактат гласит. Это человек, который обрел внутренне учителя, это человек, который находится на пути постижения истины. Думаю, что теперь вот после такого небольшого комментария по поводу того, откуда надо смотреть на этот мир, из каких-то, так сказать, слоев нашего сознания, которые нам, правда, предстоит еще открыть многим, но некоторые уже с ними познакомились, то для них вот те тексты, те строки, трактаты Дао Цзин, они будут, ну хотя бы, может быть, неуловимо, тонко, где-то осознанно и поняты, вот хотя бы немножечко. То есть я не верю, что человек, который следует духовным путем, ну может он не сделал там что-то существенное, больше не родился там в духе, не прошел какие-то стадии, которые каждый на себя примеривает, но если у него есть внутреннее стремление, то он обязательно, обязательно, хотя бы на секундочку, там на доле секунды почувствует вот тождественность внутреннюю свою вот этим текстом. Вот, ну, немножко процитирую, дао пустотно, но использованием его не исчерпать, дао пустотно, но использованием его не исчерпать, глубочайшее, оно подобно предку мерят существ, притупи лезвие, развяжи узлы, пригаси блеск, упадок его в пылинки, отсутствующее, лишь кажущееся присутствующим здесь, мне не постичь, чьим сыном оно является. Ну, казалось бы, ну, что-то не очень понятное, если вы однажды прочитаете, дважды прочитаете, то для вас становится, ну, как бы, если вы ключик этот имеете, вот тот, который позволяет вам это открывать, вам станет очень понятно, что это. Вот, дух в долине никогда не умирает, и зовется это сокровенной самкой. Врата сокровенной самки зовутся кодным неба и земли. Едва различимое, лишь кажущееся присутствующим здесь, оно не исчерпаемо в своем использовании. Глядим на него и не видим, зовем его заурядным, слушаем его и не слышим, зовем его редким, пытаемся коснуться его и не достигаем, зовем это мельчайше. Эти три ипостаси невозможно разделить, ибо они смешаны и являются собой едины. Его верхняя часть не источает света, его нижняя часть не окутана мраком. Едва различимое, его нельзя даже поименовать, оно возвращается к тому, что не имеет сущности. Это зовется формой, не имеющей форм, образом, не имеющим сущности. Это зовется расплывчато-туманным, встретившись с ним, не увидим его начала. Следуя за ним, не увидим его тыльной стороны. Придерживайся пути древности, дабы контролировать дела сегодняшние, способные познать изначальную древность. И зовется этот принцип Дао. Теперь смотрите, облик великие благости пристекает из Дао. Что такое великая благость? Это любовь. Вот то, что в христианстве зовет благодатью, да, божественной благодатью. И вот облик великие благости пристекает из Дао. В вещах Дао неразличимо туманно. В вещах материальный мир, вот, в нем скрыто это божественное, скрыто истина, да. Вот, неизлечимо туманно, но в нем заключены образы. Туманно различимое, но оно объемлет вещи. Отдаленное и темное, но оно содержит семя. Семя – это истина, ибо оно освящено искренностью. С древности до наших дней имя его не высказано. Оно известно, как Отец мирят созданий. И далее, совершенно потрясающие слова. Откуда я знаю, что форма Отца созданий такова? Из него же самого. Откуда я знаю, что форма созданий Отца такова? Из него же самого. Вспомни, что сказал Иисус. Я и Отец одно. То есть, вот, отождествиться с этим началом, вот, тогда человек не имеет тайм в этом мире. Я и Отец одно, говорит Иисус, и Он говорит, я знаю это из самого Отца. То есть, вот, очень точно, очень, так сказать, лаконично и, ну, куда уж ближе. Вот, очень близко, очень близко. И даже потом в практике мы посмотрим, практика смирения, практика недеяния, которая рекомендует, ну, смирение в христианстве, недеяние рекомендует Лао-Дзи, это, по сути, одно и то же. Безусильный путь, он сам по себе открывает, вообще, феноменальные возможности для человека пребывать в этой утончённой, неуловимой сущности. То есть, познать её, пребывать в ней постоянно. Существует нечто из хаоса возникшее, рождённое прежде небо и земли. Беззвучно-пустотное, одиноко изменчивое, двигаясь по кругу, не устаёт, и способна быть матерью неба и земли. Я не знаю его имени, а иероглифом обозначат это Дао. Через силу назову его ещё и великим. То есть, Дао – это нечто, что нельзя потрогать, понюхать, пощупать и выразить. Но вот через силу назову его ещё и великим. То есть, вот само имя Бога или Божества, как вот то, что имеет единое начало, то, что неуловимо, вот то, о чём Иисус говорит, вот Бог как дух, вот разлитой повсюду, но его поименовать нельзя. Это опять вот то, что никакой логики, никаким словесным выражениям просто нельзя подвергнуть. Об этом лучше молчать. Через силу можно назвать его великим, он говорит. Но это через силу. Великая Дао неохватна, и распростёт и влево, и вправо. Мириада создания опирается на него. Оно порождает их и не отрекается от них, но, достигая успеха, остаётся безвестным. Оно одевает и вскармливает мириады созданий неправими. Смотрите, вот работает это божественное, работает. Но воля, воля даётся на откуп созданию его собственной воли. Не правит, а даёт возможность играть. Вот эволюция, это же игра, божественная игра. И то, что, так сказать, не ущемляется принцип свободной воли, но коррекция определённая вносится, мы с вами знаем. И в этой игре обязательно педагог, вот этот кармический учитель, или судьба, или божественное проведение регулирует нашу жизнь. Хотя свободу дана, ну делай что хочешь, ради бога. Но, тем не менее, что посеешь поначалу, то и пожнёшь, а потом, если ты понимаешь, то сеешь уже меньше того, что больно пожинать. То есть постепенно-постепенно начинается вот эта педагогическая работа. Вот здесь тоже в этом, как бы, отрывке заключено то сокровенное, что даётся на откуп творению проявлять свою волю, ради бога, но в определённых пределах. Потому что за кулисами, за, так сказать, как бы, за фасадом, вот, внешним всех творений, стоит это дау, стоит. Пока не вмешивается до определённого момента. Начинает вмешаться тогда, когда мы переходим пределы или границы дозволенного того, что, в общем-то, божественным промыслом недопустимо. Неизменно оно остается свободным от желаний и может быть названо малым. Мириады созданий возвращаются к нему, а посему оно может быть названо великим. В силу того, что оно никогда не считает себя великим, ему удастётся достичь величия. В силу того, что оно никогда не считает великим, ему удаётся достичь величия. то есть 0 гордыни 0.5 вот и собственного а вот то что свыше управляет вот как бы сдачи на волю высшего и непонимание того величию позволяет быть великим то есть вот не осознание своего величие позволяет быть великим замечательно сказано все удивительно сказано очень тонко сказать извечно суждение гласят при светлой да у кажется темным да у ведущих вперед кажется влекущим назад это вот наш мир он действительно такой парадоксалит то что нам кажется светлым на самом деле это темное да вот здесь речь идет о том что истинная она всегда уму человеческом непросвещенного кажется ложным кажется ложным и он вот в силу своих то сказать ограниченных возможностей не пребывая в этой утонченной неловимой сущности все делает наоборот вот здесь написано извечные суждения гласят человеческий при светлые то у кажется темным да у ведущих вперед кажется влекущим назад обыденные да у кажется исключительным высшая благость подобно долине великая белизна кажется покрыты пятнами всяхватная благость кажется недостаточной подлинная благости кажется сокрытой извечная истина кажется пустой великий квадрат не имеет углу извечной истина кажется пустой водка до нам говорят истинно в чем когда это мы знаем это нам не нужно дайте нам что-нибудь другую вот оно кажется пустой вот снять вот как-то мы мало обращаем внимание на истинной суть всех вещей а сколько не прибываем вот неуловимой сущность наш с вами задачу все что мы с вами делаем пытаемся открыть себе сущности чтобы действительно снять себя все таскать вот ненужные вопросы то есть не в книжках вычитывать наш книжка может быть что угодно запомнить наизусть дать экзамен там по утонченным неуловимой сущностям так и уникальность у нас задается практически это почувствует сделать внутри себя таскать ту работу которая позволит в ней пребывать вот тогда проблемы многие проблемы практически все проблемы ну и честно все проблемы исчезает если практически то это как с уступкой можно говорить они просто все исчезают так вот великий сосуд долог в изготовлении великий звук не часто услышишь великий образ не имеет формы да у потаенные безымянны и лишь потому что это да у она может быть совершенным и в воздаянии воплощения да у порождает одно одно порождает 22 порождает 33 порождает мириады существ троичность мириады существ несут себе и и объемлют янь а пустотная ци приводит их в гармонию до увеличайшие хранилище мириад существ вот такое то сказать такой пассаж очень мощный пассаж а вот той самой извечной и утонченной неуловимой сущность который все происходит вот так она управляет как она питает этот мир каким образом она воздействует на мириады существ ее сотворён теперь вопрос метода также достигнуть полного единения из дау как же узреть его утончена неуловимая сущность вот есть ли этот мир дает ли его лао ци в своем трактате каким образом пребывать в постоянстве бытия и небытия одновременно как это сделать как это сделать на все эти вопросы лао ци дает простые исчерпывающие ответы ответы есть людям которые искренне стремятся обрести истину поначалу кажется для ее достижения требуется прикрывать какие-то ужасные невероятно сложные трудные методы прилагать сверхъестественные усилия какие-то вот на самом деле далеко не так далеко не то откуда у нас это пошло от того что нам все время предлагают что-то делать 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 такое что в общем то требует всю жизнь посвятить каким-то методом практикам ужасном порой там каким-то страшным там даже как бы самые мягкие практики казалось на этих делать всю жизнь я не знаю какая-то свобода вот свобода я не вижу это постоянная несвобода постоянная сама то есть как достичь свободы чтобы перестать быть не свободно если мы зависим от метода если зависим от практики мы никогда свободными не путь никогда это не свободно но если есть методы есть право который позволяет в течение когда время обрести истинную свободу ради бога я готов я две руки поднимая буду это делать я знаю что я потом получу полную свободно если всю жизнь буду заниматься тем что в общем то будет мне подпитывать что ли здесь они спонтанно я буду жить в этой свободе я постоянно должны каким-то образом завоевывать в борьбе там каких-то сверх усилий то это наверное немудро господь поступил если так на самом деле кажется он не так поступил он поступил очень мудрый предлагает очень мудрая вещь одна к нам людям которые привыкли всегда что-то преодолевать потому что это всегда привыкла рассчитывать на свои силы либо на силы чьи-то ну кому-то там таскать отдаться но и не из в области непонятного отдаться вот там где-то да а вот как кому-то там учителю какому-то мастеру какому-то гуру который тебя вот ну возьмет за руку и проведет через этот девственный лес и сделать из тебя там супермена духовно что либо еще лучше в компании попеть помедитировать и вдруг все вместе станут просветленными вообще будет удивительно великое счастье но такого нет к счастью нет к счастью нет и все то что предлагается вот такими сверхъестественными методами добиваться это иллюзия результат в общем всегда нулевые человек все жизнь будет это делать но это как самая морковка до который вот бежит осел пытается и и скушать также вот человек будет бежать 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 и постоянно полагать усилия чтобы схватить эту морковку которая на одном и том же расстоянии от него находится поэтому это не совсем серьезно или совсем не серьезно так вот величайшее заблуждение человеческого рассудка породил множество разных школ направлении сект вот искатели истины чем трудоемкие порой методы изощренные абсолютно таскать невразумительные методы активизации внутренней энергетики какие-то дебри уводят вот что-то там надо подправить что-то раскрутить что-то раскрыть что-то сбалансировать вот всегда что-то надо делать доделать нет чтобы вот одно нормальное правильно и чтобы потом раз она всегда как следует да нет вот надо обязательно что-то корректировать какие-то вносить там поправьте всю жизнь ну как ты это все не знаю меня это не увлекало когда я впервые столкнулся вот с этими восточными вещами то даже не было мне во всяком случае понятно что надо делать и я начал с востока я понял что это будет не для меня я не могу всю жизнь всю жизнь делать по этим картинкам и по схемам какие-то упражнения вообще ужасно я был бунтар лучше помереть помереть нормально пожить вот тут будно и умереть но не сажать тебя живого в тюрьму не закопать себя по горло в землю да вот закопался в землю по горло и вот этим методами правки минут сиди в этом состоянии нет ну когда выход то появился тогда стало понятно боже мой как все просто вот когда все просто удивительно просто все стало это такое было облегчение просто фантастика поэтому действительно это легко действительно это несложно и когда кто-то сделал и есть уже так сказать результаты ты знаешь где ты можешь споткнуться и как вот подняться после того как ты споткнулся но ты знаешь что ты идешь туда где в конце концов полная свобода от методов от практик от страхов от сомнения страданий есть она есть это не та территория который где-то за гробом тебя ждет ну когда ты помрешь нам ждет полная свобода как говорят христиане там еще кто-то вот буддист они говорят что это и здесь я можешь обрести тело уничтожили что порядке нет так вот что говорит лао дзи по поводу метода мои слова легко понять из тоже легко им следовать и все же никто в мире не способен их понять и тем более следовать им слова имеют предка дела имеют господина из-за того люди серы что им не удается понять меня как же мало тех кто понимает меня как же редки те кто следует мне вспомните слова иисуса много званых мало избанных выбирала с одного на тысячу и там двух на десять тысяч мало мало но это вот таскать закон эволюции тоже надо понять и он не просто отчаивается и говорит вот мало людей он констатирует факт констатировать факт неравенство вот состояние человеческих сознаний что есть разделение есть зрелые души есть готовые к эволюции есть действительно способные понять слова и на практике в общем-то разделить этот путь с тем что он предлагает но есть люди которые просто заблуждаются они готовы они как бы соблазняются что ли наступает такое время как правильно говорил если что избранные соблазняться но сейчас соблазнов разного рода соблазна вот поэтому вот та простота который он говорит она просто отпугивает людей простота но не понимается человеческим сознанием как нечто истинное это что-то из области ну детскости что ли какой-то да как дети нам-то надо что-то по заковыришь ты какой же метод предлагает лао цзи чтобы добиться вот этого слияния нашего сознания человеческого индивидуального сознания с истины или сдал попробуем разобраться в том что он предлагает лишь только в поднебесной узнали что красная да что красиво и красиво тотчас появилась уродство лишь только в поднебесной узнали что красиво и красиво точишь появился рост появился разделение наш рассудок он делит а красиво говорит а это вот у роста хотя на самом деле можно было как то и по-другому наверно может быть какие-то законы гармонии действия не знаю если посмотрим на человек который в истине не пребывает и как бы он себя дескать там но не размазывал как бы он не пытался поставлять когда ты смотришь искать из другого встань ты видишь насколько это у бога никакой там красоты нет все красота назначается сейчас красоту назначает сверху размеры какие-то назначает талии там еще чуть ну ну понятно да чтоб покупалась там эти всякие красивые предметы предметы одежды ясно что такое красота в современном понимании это то что приносит деньги то что прибыль на то что индустрию вот это развивает от купли-продажи ну и в древности наверно тоже этому соответствовал так что как только появилось понятие красивый тут появилось понятие у роста как только все узнали что добро это добро . появилось и зло мгновенно ибо наличие отсутствия порождает друг друга то есть человеческий разум он значит все разделять да нет хорошо плохо красивая уродливая добро зло не превзноси мудрых и люди не будут соперничать не цени редкие вещи не будут красть вот это вот и